Так, символ деревья. Деревья, давай. Алина Огнева. Часто снисла новогодняя, наряженная ель в моём доме. Она может быть красивая, может быть облезлая. Каждый раз разная. И ощущения после этих снов неприятные. Новогодняя ель, а не ёлка. Ель именно прозвучало слово. Ель, вообще это считается как бы долгожительство. Вот именно долгожительство идёт. Потому что люди, это может быть родовое долгожительство. Почему неприятное, облезлое? Ну и люди могут, вот некоторые иногда говорят, я болею, а по карте есть долгожительство. То есть здесь, поэтому я им обычно говорю, ну лечитесь. Почему? Потому что будете долго жить. Ну будем говорить, так, не очень хочется долго болеть-то. Поэтому вот здесь вот, может быть Новый год, когда что-то начинается с Новым годом. Вот Новый год это символ. Значит, еле украшенный, наверное, Новый год. Я так понимаю. Она может быть красивой, может быть облезлой. Да, может быть красивой, может быть это... И, во-первых, на Новый год, она говорит, Новый год бывает. Поэтому, может быть, Новый год что-то связано со здоровьем, может быть. То есть иногда человек может чувствовать себя, год, великолепно, хорошо, а может чувствовать себя не очень хорошо. Но вообще еле это долгожительство. Это люди по родовой линии, которые могут жить очень долго. Давай следующий. Бакатгул Ешмуратова вас спрашивает. Спасибо вам за ваш труд. У меня просьба, пожалуйста, скажите, что означает сон, который часто снится мне. Как будто в моем огороде растет дерево. Там яблоки прям спелые и много-много яблок, как много наверху дерева. А внизу моя давняя соседка. Когда-то мы были соседями, сейчас мы переехали в другой город. Она ворует, собирает наши яблоки. Потом еще так же у меня слива спелая, прям как виноградная гроздь. Наверху было навалом. Муж той женщины, сосед бывший, он тоже ворует сливы, собирает. Я сварю и тоже собираю. Но этому воришку ничего не сделала. Ну, воровать – это всегда информация о ком-то идет. Это о ком-то идет. И здесь вот, может быть, кто-то пользуется знаниями этой женщины. Вот яблоки. Вообще яблоня – это, яблоки – это знания, это искушение знаниями. Есть такое созревание. То есть вот это вот идет. И если дерево – это, ну, бывает породовой линии, достаточно умных много людей идет со знаниями. И здесь соседка, что-то рядом, кто-то, что-то может воровать. Воровать – пользоваться этими же знаниями. То есть другой человек может использовать эти знания. Бывает такое, что, например, какая-то идея пришла человеку в голову, а он ее не реализовал. Зато взял другой человек и реализовал на основе этой информации. То есть там, поэтому соседка, соседка что-то рядом идет. А вот гроздья сливы, сливы всегда, это не очень хорошо. Почему? Потому что слива, это считается вроде бы как, она темная. Темная – это может быть каким-то или депрессивным состоянием, может быть. Или еще. То есть человек там, скорее всего, может пользоваться знаниями ими для того, чтобы, может быть, справляться или с депрессией, или вообще просто депрессия может у человека быть какая-то своя, грозди при том. Поэтому тут самое основное, что это воруют. Это воруют, и воровство показывает, что это не ваша информация, это кого-то другого. И это рядом, сосед – это рядом. Поэтому там надо смотреть, может у кого-то там депрессивное состояние, и человек может использовать какую-то информацию для того, чтобы выйти из нее. Может быть и такое. Или просто. Ну, тут одно, муж соседки, вот если муж – это ситуация. Это мужчина всегда показывает на ситуацию внешнюю. А то, что женщина в основном показывает на желание, внутреннее желание, что человек хочет это. Поэтому женщина то, что внутри, мужчина то, что снаружи. Поэтому, может быть, ну, если вот так проанализировать, значит, какие-то проблемы у кого-то могут быть, кто-то рядом находится. Это может быть и ваш родственник, потому что это эти самые деревья. Какие-то проблемы могут быть, вот именно депрессивные. И могут использовать, ну, скорее всего, какую-то информацию, уже зрелую информацию. И вполне возможно, что это может быть родственник. Что-то рядом, какие-то события идут. Потому что дерево – это, может быть, родословное дерево. Ну, если вот так вот поразмышлять. Вот чем мы занимаемся, когда рассматриваем сны? Мы их анализируем в прямом эфире с Леной. Да? Лена что-то может подсказать иногда. И я анализирую. А вы вот наблюдайте, смотрите, как происходит вот это вот. Ага, вот это, то-то, то-то. И мы потом раз и как бы складываем вот эти сны. Конечно, хорошо бы, если бы вот был сон, и человек был на связи. Мы же без, не можем выходить на связь вот именно с людьми, кто пишет. Мы выбираем символику. Ну, предположительно, вот могут быть какие-то такие события. Понятно. Поехали. Да. В студии дизайна вас спрашивают. Скажите, пожалуйста, значение сна. Мы в нашем доме в саду, и отец мне показывает, какие ветки подпиливать. И я пилю дерево фейхуа. Ну, фейхуа – это там, где очень много йода, насколько я знаю. Именно йод. В этих ягодах очень много йода. Они не очень вкусненькие, но они именно вкусные. Это, скорее всего, по родственной линии что-то есть там такое. Там, наверное, мало йода. Там надо просто-напросто обратить внимание. А йод – это щитовидка. Это щитовидка и всё остальное. Поэтому там надо обратить внимание именно по родовой линии. Это дерево. Дерево показывает родовое дерево. И ветки почему-то подпиливать, пилить, пилить, пилить. Медленно как-то может идти. Достаточно жёстко и медленно. Поэтому там что-то надо разобраться с йодом. Что-то с йодом разобраться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова